Нас спасают На известную станцию Ким Повезут по железной дороге На известную станцию Ким Не узнает про то, моя милая Не узнает о том, моя мать Только ветер холодный осенний Будет злобно в окно напевать Вот уж баржу качнула волную Сердце ноет, болит от тоски Далеко от родимого дома Нас пригнали страдать в соловки Далеко от родимого дома Нас пригнали страдать в соловки Приветствую вас! В этом выпуске я расскажу об истории Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ СССР Если мой рассказ будет для вас интересным и полезным Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки В предыдущем ролике о военном коммунизме Мы пришли к выводу, что попытка установить коммунистические отношения Выродилась в кровавую, страшную фантасмагорию Прибли сотни тысяч людей Разрушены основные отрасли народного хозяйства Голод, многочисленные крестьянские восстания Существенное уменьшение сельскохозяйственного производства Развал промышленности Побудили советское руководство Отменить отношения военного коммунизма И провозгласить новую экономическую политику Ее суть – отказ от коммунистических экспериментов И возвращение к нормальной рыночной товарно-денежной экономике Большевистское руководство отказалось от тотальной национализации И провозгласило восстановление различных форм собственности В полном объеме было восстановлено действие товарно-денежных отношений Однако это не означает, что коммунистическое руководство Собиралось отказываться от власти И чтобы сберечь эту власть Необходимо было и далее Подавлять любое сопротивление В корне пресекать любое покушение на власть коммунистов Однако в новых условиях прежние методы уже не годились В условиях мира методы гражданской войны казались слишком уж одиозными И массовые бессудные расстрелы на время канули в лету Какими же методами нужно было далее бороться с действительными И мнимыми врагами советской власти Массово строить новые тюрьмы Было совсем не с руки Ведь согласно учению в будущем бесклассовом обществе Тюрьмы вовсе исчезнут Как пели в известной песне Мы разжигаем пожар мировой Церкви и тюрьмы сравняем с землей В годы гражданской войны была опробована новая Возникшая в конце 19 века во время англо-бурской войны форма Концентрационные лагеря Это места концентрации людей не осужденных по суду Или какими-то иными квазисудебными учреждениями То есть в концлагеря помещались люди не обвиненные в преступлениях А те чья изоляция от общества диктовалась какими-то потребностями государства Военнопленных, заложников, определенные этнические группы В годы гражданской войны эту форму испробовали и белые и красные Особенно запомнились эксперименты с концлагерями для заложников Проводимые Михаилом Тухачевским при подавлении Тамбовского восстания Но все же расцвет системы концлагерей наступил позже в гитлеровской Германии Для потребностей советского государства необходимы были иные формы Ответ, какими же должны быть места изоляции во время строительства коммунизма Подсказало само коммунистическое учение Для построения бесклассового общества следовало представителей эксплуататорских классов Перевоспитать, исправить А лучшее средство первовоспитания, согласно учению, это труд Так возникли исправительно-трудовые лагеря Их первенцем стал Соловецкий лагерь особого назначения Сокращенно Слон Соловецкие острова, как никакое иное место, подходили для этой цели Архипелаг располагался в Белом море на довольно значительном удалении от берега В 15 веке на острове был основан монастырь, который за несколько столетий основательно разросся и обустроился Для обороны острова был построен каменный кремль, который как нельзя лучше подходил для содержания заключенных Тем же целям могли служить многочисленные церкви, которые советская власть поспешила закрыть, а также монастырские помещения Соловки использовались как место ссылки или содержания заключенных и при царе, но настоящая известность пришла к ним лишь в советские времена Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ был создан в 1923 году Сначала для содержания под стражей политических и уголовных преступников, отбывающих наказание по внесудебным приговорам ОГПУ Затем сюда начали направлять и людей, осужденных судами и трибуналами Заселение Соловков началось еще летом 1923 года Первые 100 узников были привезены из Архангельска в июне, а уже в сентябре их количество превысило 3000 человек В дальнейшем количество заключенных возрастало, достигая временами 60-70 тысяч человек Теперь об устройстве лагеря Заключенных этапировали в лагерь по железной дороге Поезд доставлял заключенных до железнодорожной станции Кем, откуда они пешим этапом шли на Кемский пересыльный пункт Кемперпункт, расположенный на Поповом острове, соединенным с материком, дамбой и мостом Со второй половины 20-х годов была проложена железнодорожная ветка непосредственно до самого Кемперпункта На территории Кемперпункта находился десяток деревянных бараков для заключенных из здания администрации охраны и женский барак Здесь прибывшие заключенные проходили медосмотр и распределялись полах пунктам в зависимости от срока, статьи и категории трудоспособности Основными и наиболее тяжелыми работами в Кемперпункте являлись погрузочно-разгрузочные работы в порту Кроме того, работа по заготовке дров, плавника, обслуживание лесозавода, хозяйственные работы Режим и условия содержания заключенных во многом определялся особенностями Кемперпункта Как место, приспособленного для краткосрочного пребывания заключенных Здесь практически не кормили, рассчитывая на то, что заключенные приобретут продукты питания в магазинчиках, находящихся здесь же, на деньги, остававшиеся с волей Их отбирали не сразу После недолгого, в зимнее время, впрочем, часто продолжительного пребывания на пересылке Заключенные грузили на пароходы, отправляющиеся на Соловки Это были пароходы Глеб Бокий, Нева и Баржа Клара Цеткин Кроме пересыльного пункта, лагерь состоял из шести лагерных отделений на островах Первое отделение, концентрирующее основную массу заключенных, находилось на Большом Соловецком острове, в стенах монастыря, в Кремле Второе отделение базировалось в различных пунктах Большого Соловецкого острова, Сосновка, Валдай и других, где проводились лесозаготовительные и торфозаготовительные работы Третье отделение располагалось на острове Большая Муксалма, соединенном с Большим островом Дамбой И в нем были сосредоточены заключенные, потерявшие трудоспособность и нуждавшиеся в отдыхе Четвертое отделение, размещавшееся в Вознесенском ските на Секирной горе, представляло собой мужской штрафной изолятор Пятое отделение было устроено на Кондоострове, где концентрировались больные заразными болезнями Кондоострова, впрочем, на картосхеме не видно, он был расположен намного южнее, в Онежской губе Шестое отделение находилось на острове Адзер и, как имевшие более благоприятные, по сравнению с Большим Соловецким островом, климатические условия Использовалось для содержания инвалидов и не имевших возможности работать по различным причинам заключенных Кроме этих отделений имелся еще женский штрафной изолятор на Большом Заяцком острове На Соловецких островах функционировали кирпичный, механический, лесопильный, гончарный, смолокуренный и кожевенный заводы Электростанция, собственно, 10-верстная узкоколейная железная дорога Предприятия по добыче торфа, а также йода и агар-агара из морских водорослей Пять сельхозов, рыб-звер-пром, пушное хозяйство И в том числе разведение ценных пород кроликов, шкурки которых шли на экспорт в Великобританию На легких работах, торфоразработках, мастерских и на кирпичном заводе в основном трудились заключенные женщины Мужчины были заняты преимущественно на лесозаготовках и дорожном строительстве Сначала они велись на самих Соловецких островах А с 1925 года труднодоступных и малозаселенных материковых районах Европейского Севера На работах устанавливались задания-уроки, часто трудновыполнимые И рабочий день могут длиться от 12 часов и более Зимой на отдаленных лесных командировках заключенные жили в дощатых бараках или в землянках Всегда в проголодь, без медпомощи, работали в лохмотьях Огромным был производственный травматизм За невыполнение производственного задания следовало тяжкое наказание От холодного карцера и штрафного изолятора до расстрела на месте без всякого формального разбирательства Все заключенные, независимо от пола, возраста, национальности и вероисповедания подразделялись на три категории Первую группу составляли политы, то есть политические заключенные Это были члены социалистических партий, эсеры, социал-демократы, анархисты Политы пользовались льготным режимом, получали особый, усиленный паек, имели выборных старост и к принудительным общим работам не привлекались До 1925 года они содержались в полной изоляции от заключенных других категорий Такое положение политов было следствием традиции, сложившейся еще в царской тюрьме и сохранившейся в первые годы советской власти Власть как бы говорила политическим Вы наши враги, но мы понимаем, что вы не уголовники и содержим вас отдельно от них, в лучших условиях Положение политов постоянно ухудшалось, пока наконец они не слились с прочими врагами народа в 30-х годах Вторая категория – Каэры, контрреволюционеры, царские военные и гражданские чиновники, духовенство разных конфессий, люди интеллигентных профессий, бывшие студенты, дворяне и буржуазия, общественные деятели и члены несоциалистических партий, рабочие и крестьяне, участвовавшие в массовых антибольшевистских движениях, иностранные подданные В 1920-е годы подавляющую часть заключенных составляли именно они, а с началом коллективизации – раскулаченные крестьяне, которые рассматривались как деревенская контрреволюция Жили Каэры вместе с уголовниками, широко использовались на тяжелых работах, ежегодные амнистии на них, за редчайшими исключениями, не распространялись Шпана – третья категория заключенных Это были уголовники и бытовики, которых направляли в лагерь по решению суда Они имели статус социально близких или преступников из числа трудящихся Отношение к ним было мягче, чем к Каэрам Они ежегодно амнистировались, могли занимать посты в низшей лагерной администрации Режим в лагере был довольно жестким, но существенно отличался от режима в 30-е и последующие годы В 30-е годы лагеря играли важнейшую роль в выполнении заданий пятилеток И главную опасность для здоровья и жизни заключенного представлял непосильный труд В 20-е годы в Соловейском лагере не было такой зависимости от промфинплана В стране была безработица и поэтому наказания были весьма замысловатыми За мелкие провинности, а порой и просто для развлечения, надзора Арестантов жестоко избивали, заставляли пригорчнями Переносить воду из одной проруби в другую, перекатывать с места на место многотонные валуны Зимой на морском берегу полураздетыми громко и до изнеможения считать чаек до 2000 раз Выполнять другие, не менее полезные в кавычках, трудовые задания Во время погрузки на пароходы в кемперпункте охрана могла поиграть в дельфина Указав на одного из заключенных, в охрове скричал дельфин И если тот не бросался сразу в ледяную воду, попросту убивал его Провинившихся зимой обливали на улице холодной водой, ставили голыми в стойку на снег, опускали в прорубь или в одном белье помещали в карцер Неотапливаемый каменный мешок или щелястый дощатый сарай Летом раздетых узников привязывали на ночь к дереву, ставили на комарики, что в условиях приполярия означало неминуемую смерть За нарушение лагерного режима помещали в штрафной изолятор Мужской изолятор находился на Секирной горе, что на Большом острове, женский на Большом Заяцком острове Режим на Секирке был таков, что дольше 2-3 месяца изолятора не выдерживал никто Первый начальник лагеря Александр Ногтев был законченным садистом И принимая очередной этап, имел обыкновение прямо на пристани для островских, но пребывавших собственноручно расстреливать одного-двух из них Впрочем, недалеко от него ушел и второй комендант лагеря Федор Эйхманс Практиковались и массовые расстрелы Огромной было заболеваемость и смертность от частых эпидемий Наиболее досаждали Цинга и Тиф, унесшие тысячи жизней заключенных История дала возможность сравнить условия содержания на Соловках с условиями содержания узников гитлеровских концлагерей Ведь выжившие соловчане встречались с бывшими узниками нацистских лагерей Так вот, сравнивая условия Освенцима и Слана, можно прийти к выводу, что они были примерно одинаковыми В Освенциме, в отличие от Соловков, было чуть больше места для заключенного Выдавалась рабочая одежда и постельное белье Не было системы заданий-уроков для заключенных Но на Соловках, однако, суточная калорийность питания была чуть выше Следует сказать, что Соловковы власти совсем не стеснялись А наоборот, гордились и всячески рекламировали успехи ОЭПУ перевоспитаний преступников В сознании обывателя Соловки должны были предстать этакой коммунистической общиной в духе утопии или новой гармонии Оуэна Которой представителей Старого Мира перевоспитывает и превращает в настоящих граждан коммунистического общества Поэтому в Соловецком лагере отмечаем какие-то совсем фантасмагорические черты Совершенно не характерные для мест заключения и забытые в лагерях 30-х годов В лагере работали спортивные секции футбола, хоккея с мячом, лыжная, легкая атлетики, гребли, плавания, гимнастики Организовывались игры в кегли и городки В 1929 году было 10 футбольных, 4 баскетбольных и 6 волейбольных команд, в том числе одна женская В лагере ходила и собственная валюта Бумажные боны достоинством 50 копеек, 1 рубль, 3 рубля и 5 рублей Отпечатанные на хорошей бумаге на фабрике Газнака Вы можете рассмотреть на этой купюре изображение слона А номера на купюрах начинались с буквы О 5 рублей, Г 3 рубля, П рубль, У 50 копеек Вместе ОГПУ С 1924 года в лагере активно работало состоящее из заключенных Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения Со-АОК У него было 4 секции, историко-археологическое, криминологическое, социокультурные исследования уголовного мира, охотоведческое и естественно-историческое Для нужд в Со-АОК завели биосад с дентрологическим питомником, агрокабинет, биостанцию, энтомологический кабинет За обществом была закреплена библиотека, превышавшая 3,5 тысячи томов и краеведческий музей Выпускался научно-краеведческий журнал, материалы Со-АОК, многие публикации которого сохранили научную актуальность до наших дней В 1929 году в лагере насчитывалось 18 библиотек, среди которых было несколько передвижных В 1929 году в лагере работало 22 пункта ликбеза, обучавшие неграмотных, преимущественно уголовников и бытовиков В 1923 году в Преображенском соборе открылся лагерный театр На занавесе этого театра была вышита беломорская чайка Но ее изображение не сохранилось и чем она отличалась от мхатовской неизвестно В конце 1924 года в лагере возник еще один театр под названием «Хлам» Это аббревиатура слов «Художники, литераторы, актеры, музыканты» Только в 1929 году эти два театра создали 75 постановок, которые посетили около 30 тысяч человек С 1924 года начал выходить ежемесячный журнал «Слон», переименованный в 1925 году в «Соловецкие острова» Появилась и еженедельная газета «Новые соловки» с приложениями «Соловецкий крокодил», «Соловецкий безбожник» В лагере работало радио «Соловки» Наконец, в 1927-1928 году был снят документальный фильм «Соловецкие лагеря особого назначения» Который демонстрировался на всесоюзном экране Чекисты в нем воспели свои усилия по перевоспитанию преступников Фрагменты этого фильма я использовал при создании данного видеоролика В 1928 году «Соловки» посетил Максим Горький, который воспел успехи чекистов по перевоспитанию преступников И не нашел в работе слона никаких недостатков «Соловецкий сиделец и писатель Олег Волков вспоминал Я был на Соловках, когда туда привозили Горького Раздушимся от спеси, еще бы, под него одного подали корабль Водили под руки, окружили почетной свитой Прошелся он по дорожке возле управления Глядел только в сторону, на которую ему указывали Беседовал с чекистами, обряженными в новехенькие арестантские одежки Заходил в казармы вохровцев, откуда только-только успели вынести стойки с винтовками И удалить красноармейцев В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста И пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии Перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма В версте оттуда по прямой Озверевшие надсмотрщики били наотмашь палками Истерзанных, изможденных штрафников Пряженных по 8 и 10 вгруженные долготьем сани С конца 20-х годов возможностей Соловецкого лагеря уже не хватало Для все возраставшего количества врагов Постепенно центр Соловецкого лагеря переместился в Карелию Где были открыты новые лахотделения Далее началось открытие новых лагерей, уже независимых от Соловецкого лагеря Поскольку опыт Соловков был признан удачным 11 июля 1929 года вышло постановление Совнаркома Об использовании труда уголовно-заключенных По которому содержание всех осужденных на срок 3 года и более передавалось в ГПУ Это постановление положило начало созданию сети исправительно-трудовых лагерей Для управления лагерями в 1930 году было создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ Тот самый знаменитый ГУЛАГ Отчтожил Соловецкий лагерь Теперь он стал не уникальным явлением, а рядовым лагерем Показывать чудеса коммунистического перевоспитания стало не досуг Нужно было выполнять задания пятилетки и Соловецкий лагерь стал не нужен В ноябре 1933 года Соловецкий лагерь влили в недавно созданный Беломоро-Балтийский лагерь В качестве 8-го специального штрафного отделения Однако в 30-х годах вновь стало актуальным создание новых тюрем И на территории укрепленного Соловецкого Кремля была создана тюрьма, получившая название Стон Соловецкая тюрьма особого назначения В 1938 году даже началось строительство нового корпуса тюрьмы Однако в ноябре 1939 года в связи с началом Советско-финской войны Соловецкая тюрьма была закрыта, а территория Соловецких островов Передана в ведение учебного отряда Северного флота Итак, рассказ об истории Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ СССР завершен Если рассказ был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки До свидания До свидания Далеко от родимого дома Нас пригнали страдать в Соловки Далеко от родимого дома Нас пригнали страдать в Соловки Не для нас играют баяны Не для нас зашумит ресторан Нас покроют седые туманы Из-за моря из дальних стран И оденут нас в драную рубу И погаснут в глазах огоньки В тесной келье монашеской строгой Будем мы обживать Соловки КОНЕЦ ЛИРИЧЕСИ Продолжение следует...